Легион здесь, мои дорогие друзья, всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Мезом Печка. Остановились мы на таком вот моменте, где нас ждёт Ася. И прежде чем мы начнём, я походил туда-сюда, и дополнительных квестов или информации здесь нет, именно, конечно, на этой локации. На всех локациях я бегать не буду, потому что, ну, а зачем? Так что на этой локации ничего нет, поэтому сразу приступаем к прохождению. Кстати, да, что я хотел ещё показать. Если мы подходим к Ася, так, секунду, просто экран далеко я не вижу. Да, вот, когда мы подходим к Ася, у неё грустное лицо становится, когда она говорит, типа, Петя, ты? А из-за чего грустно, давайте-ка сейчас мы с вами узнаем. Да и, в принципе, мы помним, что в прошлой серии она была удивлена тому, что вот, как бы, мы перед ней. Петя. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поговорим внутри Ну, наш шпион вроде как ушёл, так что, может, и на улице было бы поговорить Ну ладно, они-то об этом не знают Разве здесь не опасно? Уже нет Ася Что? Каково это иметь дом, куда можно вернуться? Чего это ты вдруг? Где ты пропадал несколько дней? Пойдём Так Раньше ты не приглашал меня домой? Любишь принимать гостей? Не особо Даже Лиза у меня не бывала Неужели? Интересно, отклину, это твоё жилище Ну, типа, должна была быть шутка Но Ей-то тут так-то и не пахло Здесь просто неловкая ситуация Небось, дома у тебя идеальная чистота? Ошибаетесь Не помню даже, когда бы не раз А? А почему это Ася говорит? Это же должен говорить Пётр Ясно, нашли баги, проблемы Ошибаетесь Не помню даже, когда бы один раз брал тряпку в руки Кое-как навожу порядок, когда выдаётся свободная минутка Проходите И сами всё увидите Так Чё это мы у Аси удали? Думаю, мы сейчас узнаем, типа, у Пётра У Петра Что-нибудь Это, оказывается, мы сейчас у Аси узнаем Ну-ка Равнодушно к порядку И не умеет его наводить Ясно Ну ладно Ё-моё В смысле вот так быстро? Всё в пыли И в паутине Если я не ошибаюсь По-моему, в прошлой серии Прям столько паутины не было Я, конечно, пересмотрю потом Но По-моему, этого всего тут не было В консульстве знает, что я жив Что? Ну, думаю, моей жизни сейчас ничто не угрожает К тому же у меня есть козырь в рукаве Расскажи мне всё по порядку Ну и взгляд у Аси Проклятый сукин сын То есть козу Микита Из высшей полиции Переводчик это лишь прикрытие? Именно А твой отец Похоже, произошло какое-то недоразумение Он почему-то думает, что я опасен Может, просто удивился По объявлению брошенного сына? На его месте любой бы растерялся Скорее всего, твоя мать Дала объявление без его ведома Определённо Однако он Однако он не просто удивился Я увидел испуг в его глазах Он затрясет так, будто на него наставили пистолет Странные все-таки эти отцы Выходит, твой дважды сбежал от тебя? У меня создалось впечатление, что он покидает Владивосток насовсем Непонятно, куда они едут Всё равно нужно его найти Вы правы Когда правда об отце раскроется Я смогу дышать свободнее Также нужно Также нужно разобраться с Кито Он угрожал расправой моих близких Моих близких И что же ты думаешь сделать? Пока ничего Он был настроен серьёзно Пока лучше выждать Если у них с Нихеем разные подходы Какое-то время можно не волноваться Можешь предоставить Кито мне А сам займись своим отцом Он ей дал часы Твой отец жив Значит часы Не наследство Похоже на то Я хранил их даже когда жил на улице Слишком тяжёлым Слишком тяжёлым путём Они мне достались Я же защищу отца Чего бы мне это не стоило У тебя всё получится Как только моя невиновность Будет доказана Наши пути с ним окончательно разойдутся Надеюсь всё так и будет Пока я пытаюсь отыскать отца Пусть он обо мне Пусть он обо мне вспоминает Пусть дрожит от страха Дурацкое злое желание Но я ничего не могу с собой поделать А ты попробуй Сосредоточься лучше на поисках А что думаешь делать с матерью и братом? Ты не обязан брать заботу о них на себя Только потому что вы семья И всё же Можешь не отвечать если не хочешь Кстати Я знаю как тебе помочь Как? Не забывай то что я сейчас расскажу Петя Ты русский Пётр Сергеевич Белов Подданный Российской империи Я знаю Понимаешь теперь кто может тебе помочь? Я приму меры А ты сосредоточься на своих заботах Береги себя Петя Возвращаясь к часам Он типа сказал что Он их получил с трудом Но насколько мы с вами помним Часы ему сам отдал отец Без какого-либо сопротивления Просто Пётр попросил часы И отец ему часы отдал Так Наскай объявлений С чего бы начать поиски? Думаю кто-то из картёжников мог видеть отца Из картёжников? Несколько дней спустя А о чём разговор? Не делай резких движений Извините вы не подскажете Пришёл сыграть? Проходи Прошло три месяца Я проверял их горные дома И новый следил за мной всё это время Кита наверняка думает Что я занимаюсь какими-то глупостями Апрель 1910 года Уже апрель Как быстро время идёт у нас тут Даже нормально на зиму не посмотрели ведь, а? А жаль Сколько бы я не спрашивал Никто ничего не знал И вновь кошмары Как давно Пётр сам не ложился При нас А почему теперь его призрак отца мучает? Как бы отец-то живой? Спустя несколько месяцев Поисков меня осенило Так, приходят всякие уведомления Надо будет на следующих сериях И вообще роликах Выключать уведомления А то сейчас будет Сидеть читать Что не надо А чё, ничего не скажешь? Ну и ладно Переводчик же Зарабатывает Пусть и грошина На семью должно хватать Но это воспоминания Точно Отец вполне мог продолжить работу переводчиком Ему нужен был источник дохода Чтобы вернуться к азартным играм Придётся начать поиски заново Чё, у призраков, спросишь? Я обязательно его найду Ты уверен? А китам можно пока не беспокоиться Ну, по факту Теперь на одного призрака стало меньше Отец наверняка брал заказы на переводы Корейский, русский Японский, китайский Нужно поспрашивать по всем направлениям Возможно, Лизавета Вхожа в переводские круги Чё-то странное сегодня Возможно, Лизавета входит в переводские круги Вот она удивится моему появлению Я даже не помню, когда мы виделись в последний раз За время, пока я искал отца Янову ослабил бдительность Однако, всё равно нельзя здесь задерживаться Ну, ты просто достал уже Янову Поэтому ему надоело Типа он за тобой следит, но Ты ему просто уже надоел Вот так Так, прогуляемся, посмотрим, что здесь есть Ну, локация небольшая, поэтому можно и прогуляться Мало ли что-то будет Так, дом Лизаветы вроде у нас в той стороне Поэтому идём туда Да, вот он Всё ещё у нас идёт западня, поэтому продолжаем О, сейчас офигеет Лиза, к тебе гости Ты хозяйка, вот и встречай С какой, кстати, я должна тащиться к двери Так и быть, отдыхай Какие люди? Чего припёрся? А морда упитанная Смотрю, не бедствуешь? Давно не виделись ты, Джин Лизавета, дома? Дома, но тебе лучше не заходить Я не буду говорить, что ты приходил Лизе нужен отдых Что произошло? Она больна? Да-да, там я в Эмонг зовут По-любому, кто-то сейчас уже успел заметить Но не только меня, а вообще всех, кто там есть Ну, давайте в дальнейшем просто не обращать на это внимания На следующих роликах я это выключу И всё будет нормально Усталый за ребёнка Я присматриваю за ней сейчас Ребёнка? У Лизы ребёнок? Не бей Да боже Так, дайте мне секунду Я сейчас быстренько выключу уведомления И мы с вами продолжим Ты в курсе, что странно напрягаешься Когда речь заходит о младенцах Очень интересно, почему? Вам не обязательно знать Мне нужно увидеться с Лизой Хочу узнать о её знакомых переводчиках Переводчиках? Я тоже нескольких знаю Хочешь, познакомлю? Буду благодарен Тогда в порт Они постоянно крутятся около кораблей Ну-ка Как поживаете? Нормально Можешь поверить, что у Лизы теперь ребёнок Главное, что Лизавета и её дочь в порядке Однако я бы предпочёл это не обсуждать Знаешь, сама Лиза выглядит не особо радостной Что? Ну, там, во-первых, и не по любви свадьбы И, типа Как его звали? Пётр, типа, умер Да, я уже имя Петра забыл Я молодец У неё на то свои причины Скорее всего Не пойму я людей Ладно, пошли лучше в порт А всё? Ну и ладно Японский агент Я думал, это и виновое стоит А это не он Я уж хотел с ним поговорить Вон, видишь, что вы хмыря? Ну, дальше сам Спасибо Я на секунду подумал, что она говорит о Макоте Но потом я просто вспомнил, что она знает, кто такой Макоте Так что Явно не о нём речь Здравствуйте Вы случайно не переводчик? Верно С китайского Есть работа? Работы нет Есть вопрос Я ещё одного корейского переводчика Какими языками он владеет? Русским, корейским и китайским И японским довольно сносно Кореец, говоришь? Припоминаю такого Имя или внешность Что-нибудь Удачавый мужчина средних лет Выглядит неопрятно Имя Джухе Пэк Может представляться как Андрей Пэк Жена кореянка Есть маленький сын Насчёт других детей не знаю Собственного жилья, наверное, нет Даже Макота начала обсуждать всё это Среди моих знакомых нет корейцев с фамилией Пэк Ты случаем с Паком не путаешь? Пэк довольно редкая фамилия Я не знаю Мы такого не знаем Вступай лучше в бюро переводов Что ж Вы правы Спасибо Из-за того, что Макота не смог нам помочь Он даже расстроился Ну ладно Андрей Пак Перевожу с кошачьего Нормально Что он хотел Да ищет переводчика Джухе Пэка Ему подавай Но других не соглашается Ишь, какой избирательный Хочет найти его и навалять хоро... Хочет найти его и навалять хорошенько Ну... Тэджин просто наши истинные цели не знает Поэтому... Вот, да Бюро переводов во Владивостоке Ну и теперь мы за что знаем Что Тэджин знает китайский Или же это мы давно знали Я просто забыл Все может быть А... Петя Тебе норм на воздухе сидеть? Что на серии сегодня? Одни проблемы на проблемах Ну, раз Петя удобно То пусть сидит Здравствуйте Чем могу вам помочь? Здравствуйте Я ищу переводчика Не подскажете Где человек по имени... Где человек по имени Джухе Пэк Или Андрей Пэк Работал в последнее время Секундочку Андрей Пэк? Он кореец или китаец? Кореец средних лет Подождите немного Это не займет много времени Спустя несколько часов Ну, я так и думал Не займет много времени, ага Домой не собираешься? Уже К сожалению Такого переводчика у нас нет Поищите в другом городе Или регионе Тогда посоветуйте Вне переводчика С русским Китайским Японским И корейским Национальность Не имеет значения Это вам с начальником Нужно разговаривать Он будет Дня через 3-4 Понял Тогда я вернусь Через несколько дней А, я думал Там надо идти дальше Но, оказывается Нет, ладно Татошка Здорово Стоят до сих пор Учитывая, что прошло уже несколько месяцев Они до сих пор стоят Хе-хе-хе Мне zumindest Оооооо, ясно Ооооо, ясно Она щас подойдёт Да, конечно Ещё что-то записывает, угу. Проклятье. Надо скрыться в переулке. Анна с тобой, да? Нет? То есть ты чуть-чуть пробежала, а она тебя потеряла? Прикольно. Ну чё вот ей-то опять от нас надо? Сюда она не сунет. Что вы здесь делаете? Ой. Даже Кюхан уже так не бесит, как она. Ладно. Погнали дальше. Я пытаюсь скрыться от ваших посягательств. От моих? По-вашему, я на что-то посягаю? Напрасно так думаете. Я лишь пытаюсь узнать правду. Если вам нечем вскрывать, то и бояться нечего. Не советую преследовать так других. Нарвётесь ещё. Мне и раньше угрожали расправой. Это лишь слова. Те, кто ковпоти на убийство, единицы. На крайний случай всегда можно обратиться в полицию. Чего волноваться? У меня это в крови. Вижу подозрительного человека, и мне надо узнать, что он скрывает. Благодаря этой настойчивости, мои статьи попадают на первые полосы. В следующий раз переходите сразу к делу. Я и так знаю, что вас не остановить. Так, чё надо-то я опять? Делу так делу. Я пытаюсь проследить за вами несколько раз, однако вам вот всегда удавалось оторваться. Где вы были всё это время? Я знаю, что не дома. Откуда вам это известно? Заходила к вам несколько раз. Между вашими соседями уже ходят слухи, что мы либо состоим в романтических отношениях, либо я хочу вас прикончить по чьему-то приказу. Это как часто вам надо было появляться? В нашей работе без таких слухов не обойтись. Я даже пыталась проникнуть к вам домой. Что? Однако мне не удалось ничего выведать. По крайней мере, теперь я знаю, что обычный подход с вами не работает. Быть может потому, что вы сами человек необычный. Странно, что ничего не находится. Словно вы замели все следы. Только это вам не поможет. Иногда отсутствие зацепок и есть зацепка, Пётр. Я обязательно докопаюсь до сути. Хотя скажу честно, мне страшно узнать, что вы скрываете. А такое бывает нечасто. В опасные игры играете, Алина Ивановна. За жизнь не боитесь? Я Йонджу Чо. Боитесь узнать, что я скрываю, однако все равно меня преследуете. Что это, если не азарт? Пока вы еще ничего не выкинули, я сам все вам расскажу. Наконец-то. Я ищу человека. Человека по имени Джухен Пэк. Может представляться как Андрей Пэк. Среднего роста, лицо помятое. Жена и Нук Ли. Есть маленький сын. Что еще? Он сделал кое-что непростительное. Последний раз замечен три месяца назад на вокзале. Зачем вы его ищете? От вашего ответа зависит моя мотивация. Советую говорить как есть. Ну скажи, что он твой отец, она тебя отстанет. Он мой отец. Ложь. Вы убили своего отца. Это лишь нелепые слухи. Это подтвердил японец, единственный свидетель. Однако дело закрыли за недостаточностью улик. Подумать только, с тех пор уже прошло пять лет. Путь и продолжать скрывать правду. Ясно, не поверила. Правду? Порой правду лучше не знать. Пять лет назад Ники взял меня на крючок и кукловодил мною с тех пор. Отец жив. Хотите верьте, хотите нет. Все это время отец скрывался. Я с трудом его нашел. Погодите. А как тогда... Докажите свой... Свой сыщ... Сыщицкий талант. Я обошел все игорные дома в городе. И все без толку. Не хотите поработать у нас в газете? Я серьезно. Ужины включены, печатная машинка предоставляется. При поломке ремонт за свой счет. Что за человек? Опа. Может хватит? Оставьте меня в покое. Вас не поймешь. То, что вы попросили найти вашего отца, а теперь... Ни о чем я вас не просил. Будете крутиться вокруг меня дальше, пожалеете. Я не питаю к вам теплых чувств. Однако опасность навлечь на вас не хочу. Вы правы. Погоня за информацией, я рискую жизнью. Однако я не намерен останавливаться. Результат стоит затраченных усилий. Я восприню предел. Те, кто действительно желают мне смерти, не тратятся на угрозы. Они действуют сразу. Приходя за полночь, не постучавшись. Повезло, что в ту ночь в редакции были люди. Ну, давай! Давай! Повторюсь, я вас предупредил. За меня не волнуйтесь. Я с вами свяжусь, как что-нибудь разузнаю. Ну, ладно. Ну, а чё ты лжешь теперь-то? Чё не выстрелил-то? Смотрю, в игорные дома больше не тянет. О чём вы говорили? Ни о чём. Это мой заклятый враг. С заклятым врагом столько не беседуют. Да ещё с журналистом. Что трясёшься? Оставьте её в покое. Это только создать дополнительные проблемы. Я сам с ней разберусь, когда посчитаю нужным. Разберёшься? Ты? Чем вы думаете, я занимался все эти годы? Ну и ладно. Хотя бы избавились бы от одного доставучего персонажа. Время поджимает. Нужно скорее отыскать отца. Комната Петра. Ну, пойдём. Ну, чё-то сказать, я так и думал, что он выстрелит. Но он не выстрелил. Но это было бы эффект, на самом деле. Типа, показать прям наглядно. Что будет, если Пётр будет лишний раз трепать языком? Ну, ладно. Нет, кажется, Пётр и сам понимает. Но так прям бы на деле показали, что они не шутят. Да и, в принципе, Пётр же ищет своего отца, а не рассказывает что-то прям такое важное. По-моему, даже Иноуэ знает, что Пётр ищет отца. Разве нет? Он живого игорного, я в эти дома водил. Ну, хотя, может, и не знает, просто Пётр включил дурачка и сказал, что хочет в азартные игры поиграть. Кто знает. Всё равно, до возвращения начальника бюро, мои руки связаны. Лучше отдохну и высплюсь. Заодно притуплю внимание Кито. Главное, чтобы журналистка не заявилась. Она ведь может. А она ведь может. Ладно, у нас уже ролик идёт полчаса, поэтому будем потихоньку заканчивать. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, на которые я все отвечаю, даже лайкаю. Там даже в прошлом... По прошлому ролику... Ой. На прошлом ролике о печке, комментариях, там даже у нас разговор с одним человеком-то завязался. Насчёт игры. Так что, это уже может что-нибудь писать, интересно, я буду отвечать. Да. Такие дела. Ну и на этом всё. Здесь был Дегион. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok